Сегодня многие буржуазные исследователи, пропагандисты, журналисты пишут о том, что Советский Союз развалился сам собой, что вот его никто не вышел защищать, что, видите, вот никому он не нужен был. Это сугубая неправда. Советский Союз не просто развалился, не развалился и не так, что никакого сопротивления этого развала не было, он вдруг взял и развалился. Его развалили мощные внутренние международные силы, но сопротивление было довольно значительное. С другой стороны, его, конечно, не хватило для того, чтобы сохранить Советский Союз. В чём дело, в чём проблема? Проблема в том, что в нём развелись те внутренние противоречия, которые зародились сразу после войны, обострились после смерти Сталина и были усугублены политикой Хрущёва. Что имеется в виду? Имеется в виду, что Иосиф Серёнович не успел завершить те реформы в партии, которые он проводил на девятнадцатом съезде КПСС в 1952 году и сразу после съезда. План был сменить руководство, поставить во главе и партии, и правительственных органов молодёжь, которая подросла во время войны, выросла в талантливых полководцев, руководителей производства, руководителей сельского хозяйства. В общем, был довольно значительный корпус коммунистических кадров. Но это он, к сожалению, сделать не успел. Но те, кто почувствовали угрозу своим местам и местечкам, те успели очень многое сделать, подготовились и фактически провели контрреволюционный переворот. Сначала в идейной сфере, потом в политической, а потом и в экономической, в конце концов. Что касается в идее, то началась идейная борьба сразу после смерти Иосифа Сергеевича Сталина. И за вот это время, с 1953 до 1956 года, когда прошёл двадцатый съезд, некий Сергеевич Хрущёв и тогдашнее руководство, они смогли фактически отойти от марксистского ленинского мировоззрения, утвердить своё фактически буржуазное мировоззрение, хотя по форме, по терминологии, по мифам оно осталось, в общем, как будто тем же самым. Что я имею в виду? Я имею в виду, что само марксистско-ленинское мировоззрение тоже было ещё недостаточно завершено к этому времени. Не хватало значительной части, связанной с сознанием и осмыслением системы, естественно, научных дисциплин. Но работа эта велась, и даже в партии была задача написать краткий курс марксистско-ленинского мировоззрения. И в 1959-1960 году такого рода работы вышли. Одна официальная, которую курировал член Политбюро Отто Кутинин, другая неофициально, там два автора, профессора и доцент, подготовили такой учебник мировоззрения, который тоже вышел в то время, но широкого распространения не получил. Но это уже была работа и борьба накануне 22-го съезда КПСС. И к этому времени сформировался кадр философов, кадр научных руководителей в идеологической сфере, которые фактически решили разорвать, раздробить марксистско-ленинское мировоззрение. И философия получила некоторое такое отдельное значение, как бы её выделили из мировоззрения и назвали мировоззрением. Скажем, если взять старые учебники по философии, то там везде этот рефрен звучит, что в марксистско-ленинской философии есть современное коммунистическое мировоззрение. И это не грубая ошибка, а это сознательный подлог тех людей, которые захотели сделать из преподавания философии, из преподавания политической экономии и экономики, из преподавания научного коммунизма, то есть политической теории какие-то особые отдельные дисциплины на этой основе учредили свои корпорации, кафедры соответствующие, институты соответствующие, научные советы по диссерционным защитам по этим направлениям и как бы разъединили целостное мировоззрение. Хотя все прекрасно помнили работу Владимира Ильича Ленина о трёх источниках и трёх составных частях марксизма. Марксизм – это единое учение, единое мировоззрение, которое включает три большие части, взаимодействующие друг с другом. Это экономическая теория, политическая теория и философская теория, которая сводится в основном к гносеологии и диалектической логике, к науке логики Гегеля даже, поскольку других таких целостных и логичных системных учебников, в общем, не появилось за почти 200 лет после Гегеля. Поэтому, когда выделили философию отдельно и обозначили это мировоззрение, то фактически они умертвили марксизм и ленинское мировоззрение, ну, идейно умертвили. То есть это стали какие-то независимые друг от друга науки. Одни преподавали свою экономику, не обращая внимания на политику и на научный коммунизм, другие преподавали свою философию, не обращая на экономику и научный коммунизм. И научный коммунизм фактически преподавался в отрыве от и философии, и экономической теории. Значит, почему это вредно? Это вредно потому, что философия и политическая теория, они остались без экономического фундамента, то есть без связи с жизнью, без связи с действительным историческим, политическим, социальным процессом. А это, вообще-то говоря, и называется идеология. Что такое идеология? Идеология – это устоявшиеся мнения, знания, оторванные от жизни, ведущие самостоятельное значение. Ну и действительно, скажем, если взять учебники 70-х, 80-х годов, вот у них устоявшийся комплекс теорий, законов, каких-то своих привычек, и они их воспроизводят. Студенты поучивают, экзамены сдают, почитывают, а товарищи преподаватели пописывают. И так, в общем, гладко и хорошо. Но когда встал вопрос о написании новой программы КПСС, тогда это аукнулось очень серьёзно. Почему? Потому что, во-первых, не было острой необходимости писать новую программу тогда. Во-вторых, её начали писать именно потому, что новое вот это послесталинское руководство, хрущёвское руководство, они хотели освободиться от диктатуры пролетариата. От главного в марксизме, то есть Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин много раз указывали и доказывали, что диктатура пролетариата – это главное в марксизме. Марксизм на этом держит, это основание. Остальное – это выводы, следствия и доказательства того, что всякое государство есть диктатура господствующего класса, и у рабочего класса своё государство, его диктатура – пролетариата, диктатура рабочего класса. Значит, вот эти товарищи, идеологи, известные тогда, значит, тот Вильгельманович Кусенин, Фёдор Васильевич, Василий Фёдорович Константинов – академик, в 61-м году он ещё был членом корреспондента, Богомолов – академик, значит, Францев, там многие академики участвовали в этом процессе, но они с этой подменой фактически согласились. Саму подмену, как я теперь выяснил, совершил такой Бурлатский был Фёдор, журналист и философ, и юрист. Вот, в частности, мне довелось что сделать? Я работал над программой партии и своей рукой туда вписал отмену диктатуры пролетариан. Знаете, что это значило? Своих сторон вообще раздавались звонки – это крушение, не будет ленинизма и так далее. Но не сам, не по своей инициативе, а его нашёл Кусенин. В числе молодых преподавателей он увидел этого Бурлатского, увидел, что тот, значит, пытается провести какие-то ультрадемократические, значит, новации, видимо, подошёл ему, он его пригласил к себе на дачу, и ему так вежливо намекнул, что вот диктатура патриата вроде уже устарела, и нам нужно какое-то, ведь, наверное, новое демократическое государство. И Бурлатский ему придумал – общенародное государство. Но среди руководителей ЦК у нас была поддержка, и, собственно, не поддержка, а был там член руководства, может быть, вы слышали такую фамилию, Отто Вильгельевич Куусенин. Он полностью не только поддерживал нас, а сам считал, что нам надо решительно осудить сталинизм и готовить изменения политического режима. Надо сказать, что Андропов в ЦК, когда он был, сам придерживался довольно радикальных взглядов, правда, не таких, как мы, но, тем не менее, он был необычным человеком, который присматривался к западному опыту в Западной Европе и склонялся к тому, что нам надо радикально менять политическую систему. Я выступил в ЦК идее отмене диктатуры по интернету в журнале «Коммунисты» впервые, а потом включил эту идею в проект программы «Партии». Куусенин его одобрил, Бурлацкий написал, значит, потом эту компанию посадили на дачу, и они там на этой даче дружно писали вот этот учебник по философии новой, та же самая компания. Куусенин от Вильевича. Я работал в его коллективе, когда учебник стал марсистом-левизмом. Значит, и в этом учебнике фактически уже ставился вопрос об этом Общенародном государстве. Но до учебника они ещё в это же время подготовили записку в ЦК КПСС с предложением, что вот диктатура политориата устарела, нужен переход к Общенародному государству. Отмену диктатура политориата и переход к Общенародному государству. И Хрущенко поддержал. И это, значит, вошло в программу новую, а потом уже вошло и во все учебники, что диктатура политориата выполнила свою задачу. Она может, значит, уходить в историю, а мы теперь живём в Общенародном государстве. Поскольку таких Общенародных государств в природе не бывает, это государство начало с этого времени потихоньку засыхать и отмирать. Но не в том смысле, о котором говорил Маркс, Энгельс и Ленин и Сталин, что оно отмирает, заменяясь Общенародной организацией, общественной самоорганизацией. А в том смысле, что, значит, оно стало засыхать, а буржуазные тенденции на этой почве, значит, закрепляться. Ну и поскольку одновременно началась массовая антисталинская кампания и вместе с критикой культа личности Сталина был создан какой-то гигантский антикульт личности и уничтожения фактически образа и образа личности Сталина, то фактически возникла в советском социалистическом обществе буржуазная идеология, которая была направлена, чтобы уничтожить авторитет Сталина, а вместе с ним и авторитет партии того периода и авторитет советской власти того периода. И надо сказать, что эта задача упорно проводилась, жизнь осуществлялась. Но это всё делалось сверху. Что касается народной массы, то я, рождённый в 1947 году, до поступления в Ленинградский государственный университет на философский факультет как-то об этом не слышал. В народе не было такой критики Сталина. И наоборот, народ уважал Сталина. И я помню, как ветераны 9 мая вспоминали Сталина добрым словом, пели песню волховскую застольную, выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём. И, короче, в народе Сталин пользовался гигантским авторитетом. А верхушка вела фактически эту подрывную работу. Но, коль скоро были эти настроения в народе, они всё-таки отражались и в идейной сфере. Поэтому среди учёных, художников, журналистов, других идейных работников была масса людей, которые не воспринимали вот эту культ, вот эту идеологию, вот этот культ личности и вот эти наговоры на Сталина, понимая, что это какая-то большая крутая ложь. А там действительно ведь докатилось до того, что стали считать жертвы сталинизма, имея в виду уничтоженных десятками миллионов. Скажем, Солженицын договорился до 60 миллионов. Неделю назад на передаче канала «Россия-1» у Ольги Скобеевой, значит, младший брат Чубайса Игорь Борисович говорит, 55 миллионов уничтожено при Сталине. Это не ложь, скажем, если кто-то хочет соврать, но он всё-таки пытается перевести какие-то реальные, реалистичные цифры. А это какой-то страх и такое говорение страха, то есть вот он напугался где-то, получил этот страх и с этим страхом носится как полоумный. И все такого рода люди. Значит, никаких там десятков миллионов и даже миллионов уничтоженных, расстрелянных не было. Давно этот миф разоблачён. И, в общем, значит, трезвые цифры, они уже обсуждались не раз и, в общем, видимо, до всех, до разумных людей доведены. И они сравнимы с теми жертвами, которые за этот же период, скажем, были и в Соединённых Штатах Америки, скажем, через электрический стул. И там химическая у них есть форма. Значит, прошли около 600 тысяч граждан. И в СССР за этот период пришло, значит, где-то 780 тысяч разного рода преступников. Но тогда это был закон, закон тогда был суров. Скажем, тогда по закону, если гражданин нанёс ущерб государству свыше 100 тысяч рублей, это каралось высшей мерой. Это суров закон, ну, закон. Причём я не уверен, что сейчас бы, если гражданам вынесли на референдум предложение, значит, считаете ли вы уместным смертную казнь против тех, кто разворовывает, значит, имущество на миллионы там рублей. Я не уверен, что наши граждане проголосовали бы против. Более того, я-то думаю, что проголосовали бы за то, чтобы с казнокрадами, с коррупционерами разделывались более сурово, чем сейчас, значит, караются эти преступления. Так что такой вот получился подъём, всплеск буржуазного сознания, буржуазного права и буржуазной политики. Но в ответ, значит, вот эта волна народного понимания и Сталина, и сталинизма, и социализма, и коммунизма, она, конечно, была и она проявлялась, значит, во всех слоях интеллигенции работников, в том числе и у нас. Поэтому, когда к власти пришёл Горбачёв, то в первых своих заявлениях, живых, без бумаг, он произвёл такое благоприятное впечатление на народ. Когда он первый раз приехал в Ленинград и вышел из машин у гостиного двора, его окружила дружественная толпа, он с ней и так это приятно пообщался и вызвал народную симпатию. Держитесь ближе к народу, мы никогда вас не подведем. Ну куда ближе? Но по мере проведения, значит, своей перестройки, по мере усиления разговоров и отсутствия дел, значит, население, граждане, рабочие, интеллигенты начали задумываться, что что-то идёт не так. И где-то в конце 1986 года, в общем, уже возникло такое ощущение, что это не политика коммунистическая, не политика коммунистов, а болтовня типа Хрущёвской. И вот эти вот мысли, они породили, значит, такие сомнения, а потом активность в рядах интеллигенции. Скажем, создалось несколько там клубов, движений, групп, которые задумывались, что что-то идёт не так, что-то перестройка благ не показывает и, скорее всего, и не покажет, а нужно действовать как-то самим. И вот среди, значит, вот этих движений, среди вот этих сомнений возникла идея общества научного коммунизма. Значит, выдвинул и дал ей толчок Михаил Васильевич Попов. Он как-то собрал группу и поставил вопрос ребром, что, дорогие товарищи, вот прошло уже время, лидер партии мог бы показать кое-какие результаты, мог бы уже провести кое-какую идейную, теоретическую и политическую подготовку и мобилизовать кадры для выполнения, реализации какой-то положительной программы. Ничего этого не делается. Вместо этого мы видим пустые разговоры, отсутствие дела и раздражение общественного сознания. Поэтому надо что-то делать. А делать можно в этой ситуации только то, что в плане общей партийной идеологии мы выделяем и закрепляем коммунистическую линию. Поэтому было принято решение создать общество научного коммунизма, которое бы твёрдо и неуклонно отстаивало коммунистическую позицию в коммунистическом движении. Мы выступаем за коммунистические ориентиры перестройки. Перестройка – хорошо, но она должна быть коммунистической. Идея была поддержана. Тот круг людей, довольно широкий, который мы знали, в общем, откликнулся на это. И в качестве такого дела мы решили учредить клуб «За и против», при этом Обществе научного коммунизма, клуб «За и против», в котором проводили бы дискуссии по актуальным и актуальнейшим проблемам и показывали противоречивое решение проблемы и ту сторону, на которой мы стоим. Значит, ту суть, на которой мы стоим. То, что мы выделяем и отстаиваем. Это 87-й год? Это 87-й год, да. И вот мы с Михаилом Васильевичем составили такой устав и задачи Общества научного коммунизма, и даже вот так вот опубликовали такую брошюрку с тем, чтобы те, кто приходит с нами в контакт, они понимали, о чём идёт речь. Ну и, скажем, основные задачи Общества. Первейшая задача – совместное определение актуальных проблем научных исследований, концентрация и активизация усилий по разработке важнейших задач теории и практики научного коммунизма, выработка единых позиций по принципиальным вопросам, содействие публикации наиболее значимых результатов исследований. Клуб за и против, он и был призван к тому, чтобы на общественных собраниях больших итогами вот этих исследований делиться и отстаивать эти идеи, и распространять их, и пропагандировать. Мы пошли в областной комитет партии, значит, объяснили свою задачу, встретились с первым старём обкома КПСС товарищем Соловьёвым, он пообещал нам поддержку. Поддержку в том смысле, что поговорит с директором областного дома политкультуры, что нам в этом доме разрешат использовать главное такое помещение типа амфитеатра, конференц-зал для дискуссий. И вот раз в неделю, по-моему, по пятницам вечером мы устраивали дискуссии, и некоторые из них даже были записаны Ленинградским телевидением на видеоаппаратуру. Значит, в общество научного коммунизма вошло довольно много людей с самого различного социального положения, профессии, возраста. Но костяком таким были отчасти учёные, профессора, доценты Москвы, Ленинграда и некоторых других городов, а отчасти рабочие. Ну и, конечно, такой как бы основой этого общества были учёные и рабочие Ленинграды. Это прежде всего инициатор и организатор всего этого процесса Михаил Васильевич Попов. Во-вторых, такой выдающийся, авторитетный в Ленинграде, да и в стране основатель учения о социально-экономическом планировании в Советском Союзе, доктор экономических наук, доктор философских наук Василий Яковлевич Ельмеев. Теперь известный учёный из Ленинградского университета, с философского факультета, доктор экономических, доктор философских наук, профессор Джамал Занадинович Мутагиров на полиэтологическом факультете в ЛГУ, в СПБГУ. Это Снежков Александр Васильевич был такой доцент из высшей партийной школы, тоже активный марксист, ленин, твёрдый такой коммунист. Ну, я принимал участие, был заместителем председателя клуба «За и против» и вёл некоторые заседания клуба «За и против». Эти заседания часто записывал Ленинградское телевидение «Пятый канал», почти все они записаны и есть на этом телевидении. По итогам одного заседания я написал отчёт в бюллетене Ленинградского обкома КПСС. Ну и рабочие, такие выдающиеся коренные рабочие порта, например, Тимофеев Евгений Петрович, докер Ленинградского морского порта. Теперь Федотов Константин Васильевич, он был руководителем профсоюзной организации Ленинградского морского порта. Значит, некоторые их товарищи, там целая группа из портов, она входила и в общество научного коммунизма, и очень многие их ходила в клуб «За и против». Иногда они выбирали такое место, значит, кучное, и вели оттуда. Значит, вопросы, споры, дискуссии выступали даже иногда, вели такую активную полемику. Вот, Красавин был симпатичный такой молодой рабочий с русского дизеля, который с Пыжовым и Михаилом Васильевичем выдвигались в депутаты Ленинградского совета. И надо сказать, что, да, некоторые из тогдашних наших депутатов избрались в Леносовет, в том числе Виктор Овчинников был такой, рабочий Кировского завода, очень интересный, грамотный, он и сейчас подвижный человек, активный сотрудник, член Рабочей партии России. Пыжов этот, Анатолий Васильевич, очень интересный. И тогда он был рабочим, хотя с инженерным образованием. Рано понял, что руководство КПСС идёт в направлении буржуазного развития, и как-то сам начал активно выступать против. Потом вот нас встретил, увидел, нам стал активно помогать и тоже выдвигался в депутаты Ленинградского совета. И в народные депутаты СССР ещё они выдвигали, да. Я был заместителем клуба, председателем клуба «За и против». А председателем был кандидат философских наук, доцент Ерёменко Иванович. Надо сказать, что этот клуб получил очень быстро большую известность. И, скажем, им заинтересовались в других республиках, в Москве. И вскоре к нам потянулись такие авторы, которые хотели бы выступить в нашем клубе. И вот, скажем, из таких значительных людей, которые приезжали к нам на клуб из Москвы, можно назвать Ричард Иванович Косолапов. Это главный редактор общесоюзного журнала «Коммунист». Это серьёзный идеологический работник в солидном возрасте. Он рано понял, что Горбачёвщина ведёт не туда. То есть, вместе с нами понял, что Горбачёвщина ведёт не туда. И решил активно выступить против Горбачёва и Горбачёвщины. Но не резко пока, а в таком, значит, дискуссионном виде. Вот он делал доклад у нас. Потом был такой Алексей Алексеевич Сергеев, доктор философских наук, профессор из Академии труда из Москвы. Это вообще выдающаяся личность. Скажем, мы к тому времени под давлением вот этой вот хрущёвской пропаганды, которая сохранялась и при Брежневе, мы как-то начали уже забывать суть советов, сущность советов. Советы, 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 как что-то знакомое. И нам казалось, что нам всё понятно. Но после его вот этих выступлений и дискуссий мы поняли, что советы – это не просто название, советы – это не просто термин. Советы – это строго научно-историческое понятие, которое предполагает, что органы государственной власти, начиная с района и кончая Верховным Советом СССР, избираются от предприятий не из территорий, не по территориальным округам, не в территориальных избирательных комиссиях, а в производствах, в производственных комиссиях, в производственных округах. И тогда мы поняли, что в 1936 году в Конституции, принятой 5 декабря, была совершена большая принципиальная ошибка, а именно отказ от производственных округов и переход выборов и формирования советов на территориальные округа. В таком случае советы, они, собственно, превращались в буржуазные парламенты по характеру по-своему. И с этого времени поэтому и началось засыхание, отсыхание корня советской власти. И пока была сильна партия, пока еще были живы участники революции, они держали всю эту машину на своих плечах, на привычках, на стиле, на законах, на праве и так далее. Но когда они ушли из жизни и из политики в начале 50-х, и особенно в середине 60-х, их там Хрущев еще и прогнал фактически, то засыхание пошло более интенсивно. И Хрущев уже проводил такую откровенно антисоветскую позицию. Хотя, скажем, он сделал совнархозы, советы народного хозяйства. То есть, как будто наоборот, возрождение хозяйств как основы власти получалось, что производство сливается с властью по округам, по более широким, чем раньше, скажем. То есть, по виду это было как бы вроде возрождение, хотя на самом деле нет. Это было продолжение обюрокрачивания власти, обюрокрачивания управления, вплоть до вот этих вот советов народного хозяйства региональных. Профессор Сергеев, он выступил по вопросу о советах как раз на заседании клуба «За и против», да? Да. Ну и «За и против», и когда мы потом оставались, обсуждали, спорили, он тоже несколько раз выступал нам. И мы, в общем, довольно быстро его поняли, потому что, ну, это не понять нельзя. Это как бы, когда это выражено в понятиях, это понятно без больших объяснений. А у него это всё чётко выражено в понятиях. И он обратил наше внимание, что и у Ленина, и у Маркса так именно, значит, ставился вопрос. Это просто мы тут подзабыли, а с другой стороны, ну, как-то нас немножко тут увели в сторону. Мы же тогда ещё были относительно молодыми. Да, значит, выступали другие выдающиеся экономисты. Это Альберт Михайлович Ерёмин, доктор экономических наук, профессор. Он очень такой известный глубокий учёный из Москвы, друг Косолапова и Сергеева. Некоторые другие товарищи из Москвы, которых я уже не помню, они, бывало, приезжали, целая группа из Москвы к нам на заседание клуба «За и против» при Обществе научного коммунизма в доме политвросвещения. Из других городов, я помню, был очень интересный человек, делал несколько докладов и прилетал в Петербург из Самары на заседание клуба «За и против». Мы делали это раз в месяц, и он каждый месяц на самолёте прилетал и выступал у нас. Стрибков такой был, кандидат экономических наук, доцент, преподавал там в университете. Написал тогда несколько статей. Водомеров из Архангельска тоже приезжал, выступал, участвовал в этих заседаниях. Ну и многие-многие другие, наши городские, значит, философы-экономисты. Некоторые общественные даже организации к нам примыкали, значит, и сотрудничали. И зал большой довольно в доме политвросвещения, значит, он был наполнен основательно, иногда просто полностью. Да, ну и однажды, скажем, выступал у нас Воронцов Алексей Васильевич, и он помог мне опубликовать материалы этого заседания. Это методический бюллетень «Дом политического просвещения Ленинградского обкома КПСС». И здесь отчёт о такого рода заседании вот я опубликовал. Кто хотел, мог почитать. Теперь, через год работы, скажем, каждый год у нас составлялся план, вот, скажем, годовой план работы клуба «За и против». Тут на каждый месяц стоит тема, значит, и докладчик, который будет это делать. И на второй год я стал просить лекторов, я был заместитель председателя этого клуба, и я стал просить лекторов сделать записи их выступлений. И они мне по итогам их выступления составили статьи, издали, и у меня накопилось три вот таких тома выступлений серьёзных людей, кандидатов докторов наук. Вот, скажем, Шеремет был такой, доктор наук, профессор, очень активный человек, нас вдохновлял, подталкивал иногда, значит, настаивал на каких-то, значит, принципиальных вещах. Значит, три тома этих выступлений. В прессе затишье уже было в 90-м году, уже коммунистическая линия как-то ослабла. Уже стали бояться писать, значит, какие-то такие коммунистические работы. И вот с этими тремя сборниками я пошёл в Ленинградский обком КПСС. Меня принял секретарь по идеологии товарищ Белов Юрий Павлович. Я ему предложил, значит, эти три тома для публикации и попросил его содействия. Он пообещал, что да, конечно, он этих людей в основном знает, будет содействовать. Но вместо содействия он передал эти три тома мне на работу, моему непосредственному начальнику на кафедру. Вот начальник посмотрел, не дал положительного отзыва, дескать, что-то какие-то тут очень такие острые выступления. И вернул это Юрия Павловича. Я к Юрию Павловичу. Значит, как дела Юрия Павловича? Юрий Павлович мне говорит, что вот коллеги у вас с работы чего-то не дают положительного отзыва. Я говорю, так, конечно, они не дают, они антикоммунисты уже скоро будут. Вот, поэтому я говорю, нужно искать какой-то выход. Он пообещал найти выход, но так его и не нашёл. Так эти три тома сборника у меня лежат. Я думаю, что большой теоретической такой ценности они сегодня не представляют. Большой. Некоторые представляют отдельные статьи. А в основном, конечно, нет. А историческую такую ценность, я думаю, что они ещё представляют. Скажем, их можно будет опубликовать, чтобы показать уровень теоретического сознания в то время. Каков он был вот с этой слевой коммунистической стороны. Он был не хуже, не ниже. Поэтому ни на одной конференции Горбачёвский курс на рынок, значит, не прошёл. Никакая научная конференция, никакой большой или даже небольшой научный коллектив движение на рынок не поддержали. А, скажем, наши идеи, ну, в общем, поддерживали достаточно широко. Поэтому это всё привело к дальнейшему развитию общества научного коммунизма и вот этого клуба «за» и «против». Значит… А можно вопрос? Вот этот Белов, он, наверное, и сам не очень хотел опубликовать. Это тот Белов, который в КПРФ… который секретарь КПРФ, да. Конечно, не хотел. И более того, я так понимал, что он не будет «за». Почему? Потому что до этого мы с ним, мы – это я и Михаил Васильевич с одной стороны, и с другой стороны вот этот Белов Юрий Павлович, и такой Владиславлев был в высшей партийной школе, профессор. Вот. И нас пригласили на дискуссию в Смольнинской райком КПСС. Дискуссия о роли демократии, значит, вот, в современной ситуации. И мы с Михаилом Васильевичем отстаивали и необходимость диктатуры патриата в процессе строительства социализма, и необходимость продолжения диктатуры патриата и после, показывая, что этот отход, он был неправомерен и антинаучным. А Юрий Павлович с Владиславлем, они нам доказывали, что нет, диктатура патриата выполнила свою роль, она больше не нужна, значит, поэтому вы тут просто выступаете как догматики. Тогда было модно такое уязвление в догматизме, что, о, догматик. Я всегда объяснял, что догматик – это тот, кто плохо знает догму, а догму нужно знать сначала, а потом её критиковать или развивать. А вы не знаете догму, вы выступаете против учения основного, на котором, значит, вы базируетесь, и как специалисты зарабатываете кусок хлеба, и как практические политики, поскольку находитесь в коммунистической партии, для которой это основание. Да, ну и подискутировали, разошлись так вроде с ничейным результатом. Через два дня прихожу я на работу. Меня начальник завкафедры вызывает в кабинет. Александр Сергеевич, а почему-то вы с какими-то непартийными взглядами выступаете в Смоленском райкоме. Кто вам поручал такую роль? Я говорю, мне никто не поручал такую роль, во-первых. Во-вторых, эта роль принадлежит мне, закреплена за нами, как членами Коммунистической партии. Коммунистическая партия некоторого пролетариата – это основа теоретической деятельности и практики. Ну, в общем, короче, мы так с ним перекинулись. Он поставил там галочку, что он со мной провёл работу, потому что он придраться и выставить никаких серьёзных претензий не может по этому вопросу. Это было бы откровенно, уж как-то глупо даже. Но в голове это всё равно осталось. Поэтому, когда ему принесли вот эти три тома, он тоже, значит, уже вынужден как бы и их след отфутболивать. Поэтому шла вот такая довольно острая борьба. И это ещё благодаря тому, что у нас там, в нашем заведении, ну, уже царила такая демократия буржуазная. Поэтому на меня как бы ещё посмотрели так сквозь пальцы. Скажем, при обострении ситуации, при обострении ситуации, когда началось преобразование в 91-м университета, меня оттуда выперли в числе первых. Ну, не то, что выперли, но вытеснили в числе первых. Вот. Так что демократия и демократия. Демократия была уже фактически буржуазной. Коммунистической – это было прикрытие её. Да, а за нами пошли. И это выразилось в том, что в наш клуб стали приходить рабочие, в дискуссионный этот клуб за и против. Значит, приходило очень много рабочих, докеров особенно, других категорий. И они проявили инициативу создать рабочие клубы на предприятиях. И создали на некоторых предприятиях, отвлекаясь на их пожелания, чтобы мы читали у них там лекции и проводили занятия, мы выпустили вот такое положение о политклубах за ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки. И таким образом возникло целое движение такое вот за коммунизм, которое в том числе охватило и рабочих довольно широкий круг. И надо сказать, что обстановка в обществе поэтому в 1988 году значительно обострилась. И когда 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия» была опубликована статья Нины Андреевой «Не хочу поступаться принципами», направленной прямо против Горбачёва и политического курса, довольно открыто, откровенно, то она получила очень большой отклик и на предприятиях, и в партии. Значит, её начали обсуждать, во-первых, перепечатывать. Заводские издания, по-моему, заводские газеты, все перепечатали эту статью. Но если не все, то большинство. Название тоже было взято мною из выступления Михаила Сергеевича Горбачёва на февральском идеологическом пленуме 1988 года, где нас, генеральный секретарь, призывал как раз не поступаться принципами. Теперь дискуссии прошли по этой статье на предприятиях. У нас в Ленинграде устроил Фрунзинский, по-моему, райком КПСС дискуссию на эту тему, и Выборгский райком КПСС устроил дискуссию на эту тему под телевизионную запись. Вот в этой дискуссии мы с Михаилом Васильевичем участвовали. По всей стране прошли партсобрания. На них был провозглашен возврат к старым коммунистическим ценностям. Это собрание прошло в Ленинграде. Они защищают народное добро. Вот ко мне лично могу назвать вот десяток учителей истории, которые говорили, школьных учителей. Елена Ивановна, работать невозможно. О каком патриотизме, о какой идейности может идти речь? И в 1941 году, несмотря на ошибки, просчеты и так далее, мы устояли только потому, что верили. Верили без конца. Верили в нашу Родину, в наш социализм, верили в партию, в Сталина верили. А мы должны ему помочь, не подавляя его. В тот момент, когда снова зазвучал голос сталинистов, либералы, получившие больше всех от Горбачевской оттепели, были готовы к худшему. И я там выступал и показывал тогда, что цифры, навороченные расстрелянных в годы репрессий – это цифры миф. Никаких миллионов убиенных тогда не было. И это гнусное вранье. Причем никаких даже больших исследований не надо. Заглянив в статистику официальную, хоть в нашу, хоть в американскую, и эти цифры, они, в общем-то, видны. Потому что если бы, как говорит Чубайс, там 55 миллионов расстрелянных, убитых, там бы была яма в демографической графике, но никаких там больших ям нету. Ни у нас, ни в других странах проводились исследования. Вот, значит, прошли вот эти дискуссии, обсуждения, демонстрировались по телевизору у нас. И надо сказать, что американцы сделали фильм «Третья или четвертая русская революция» или «Вторая русская революция», да, вторая. И там кадры из этого фильма есть, как мы выступаем против. Да, руководство и, прежде всего, антикоммунист номер два, гражданин Яковлев, организовали отпор этой статье Нине Андреевой. Месяц они искали материалы всякие, месяц там писали, и через месяц в газете «Правда» 5 апреля вышла статья «Антиперестроечный манифест». Где бедную эту Нину Андрееву и те, кто её поддерживал, значит, критикуют, размазывают, мешают с грязью, клевещут. И после этого началось очернение тотальное Нины Александровны Андреевой. Мне её было жалко тогда. Не было дня, чтобы несколько изданий по телевизору, по радио её не клеймили там позором, как консерватора, который выступает против партии, против народа, против того, против всего. В общем, и она, конечно, пережила очень трудный год. Целый год её полоскали. Я не помню другого такого случая, чтобы так, значит, шельмовали человека. Тем не менее, от неё, с неё взяла пример Сажа Умалатова. Она прямо на съезде в лицо Горбачёву сказала, что вы предатель, что вы не способны руководить партией государством, у вас ничего не получается, всё, что вы делаете, вы проваливаете. Уходите в лицо, в глаза. Дорогие товарищи, я вношу предложение в повестку дня включить вопрос о вотуме и ненаверии президенту СССР. Руководить дальше страной Михаил Сергеевич не имеет просто морального права. Нельзя требовать человека больше, чем он может. Всё, что он мог, Михаил Сергеевич сделал. Развалив страну, столкнув народы, великодержавную страну пустил по миру с протянутой рукой. Уважаемый Михаил Сергеевич, народ поверил вам и пошёл за вами, но народ оказался жестоко обманутым. Вы несёте за собой разруху, развал, голод, холод, кровь, слёзы, гибнут невинные люди. Люди не уверены в завтрашнем дне, и их просто некому защитить. Вы должны уйти ради мира и покоя нашей многострадальной страны. Поэтому я прошу предложения внести в повестку дня первым пунктом моё предложение об отуме и недоверии Михаила Сергеевича. Её поддержали очень широко Сажу Малатова, но, к сожалению, конечно, у неё образованица немного, она всё-таки не смогла... Сморщица вроде была. Да. Она рабочая, и хотя она умная, энергичная женщина, мужественная женщина, и поднялась до высокого уровня, и проявила волю крепкую, прочную, но всё равно, значит, не хватило ей данных, чтобы на этой высоте удержаться. Что-то она начала создавать свою партию, хотя уже была партия, значит, в которой можно было выступить серьёзно, ну, или в общественном движении, по крайней мере. Но она создала свою, и, конечно, никуда она с этой партией не продвинула. А сейчас у неё вроде не коммунистическое направление. А сейчас уже, да, сейчас уже такое тоже, считаем, буржуазное движение, и оно как-то заглохло, по-моему, совсем. Хотя она иногда выступает. Вот там ещё была тремонтимурация в Алиане. Он выступал против Горбачёва, против Горбачёвщины. Я бы мог продолжить и дальше перечень. У меня достаточно большой всех этих примеров. От частных и до глобальных. Поэтому я призываю ни в коем случае не голосовать за Михаила Сергеевича Горбачёва. Пытался поднять коммунистическое шахтёрское движение. Но ему этого не удалось. Почему? Потому что, ну, конечно, буржуазный поток, он был более мощный. И к этому времени и часть рабочего класса, особенно вот в шахтёрской сфере, она как-то уже заразилась буржуазным сознанием. Им казалось, что если они возьмут шахту в собственность, они, в общем, как будто есть собственники, всё принадлежит народу, то они тут будут королями. Не подумав о том, что они же отберут нашу общественную собственность. И тоже будет частной. Она всё равно будет частной. А они ещё там шахтёры на забастовке как-то ставили, вроде требования от отставки Горбачёва, да? На первоначальном этапе ставили требования от отставки Горбачёвам. Даже стучали касками на спуске у собора Василия Блаженного в Ленинграде, в Москве. Но всё равно потом она переродилась в буржуазную форму. Поэтому ничего, шахтёры, они фактически только помогли Яковлю и Горбачёву разваливать Советский Союз. Да, значит, и в дальнейшем, несмотря на это шельмование, Нине Александровне удалось создать партию ВКПБ. По-моему, ВКПБ – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Вот, где-то там в ноябре, в ноябрьские праздники прошёл у них съезд, и она создала вот эту партию. Но мне кажется, это тоже ошибка. Почему? Потому что у неё тоже, она довольно развитая женщина как идеолог, мощная воля, но у неё был помощник, доктор философских наук, муж доктор философских наук, профессор. Вот поэтому, пока он был, он тут ещё, так сказать, как-то помогал ей, она держалась. А потом, как он умер, конечно, она уже не могла заниматься такой высокоинтеллектуальной и высокоэнергичной деятельностью. Это нужно много ума и энергии, чтобы создавать партию. Это нужна личность масштаба Владимира Ильича Ленина. И Нина Александровна, при всём моём к ней уважении, она, конечно, всё-таки такой личностью не была. Поэтому из партии это ничего не вышло, в конце концов, и она так превратилась в какую-то секту тоже. Она лишь показатель, что вот этого движения снизу, борьбы против развальщиков СССР было очень много и в России, и в других республиках. Кстати сказать, меня-то общество научного коммунизма посылало и в Литву, я встречался там с движением их единства, читал у них лекции, по приезде написал статьи о том, какие там процессы проходят. Теперь в Латвию я ездил, тоже читал лекции, был на их крупнейших заводах, встречался тоже с их этим движением, значит, делился впечатлениями и рассказывал им о нашей деятельности. поэтому это движение было довольно широкое, но ему было уже не по силам справиться с тем движением, которое шло сверху. То есть буржуазное течение, оно пустило уже довольно сильные корни в обществе. Поэтому где-то в 1988 году мы поняли, что вот этой нашей такой кружковой, клубной деятельности уже мало, что нужно переходить к каким-то, значит, более серьезным формам организации и борьбы. на основе общества научного коммунизма мы решили создать Объединенный фронт трудящихся. И его создали. Но я думаю, что об этом надо поговорить отдельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова